Здравствуйте! Как меняется схема работы подрядчиков с девелоперами государства? Об этом мы узнаем у генерального директора группы компании «Еврострой» Андрея Хищника. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! На сайте вашей компании указано, что вы и девелоперы, и инвесторы, и подрядчики. Кто же вы в большей степени? Мы хотели бы очень быть и тем, и другим, и третьим, но... Не получается? Не получается пока. И кто вы? Да, мы сегодня крупный генподрядчик, который с удовольствием применяет свои силы и знания при строительстве объектов коммерческой недвижимости. А можете вы иметь смелость и сказать, что для вашей компании кризис уже завершился? Ощущение есть, что кризис как-то начинает разрешаться. Но от ощущения до фактов, к сожалению, большая дистанция. А вот что вы подразумеваете под ощущением, то есть что вам дает чувствовать это, и почему эти факты еще не совершились? Ощущение – это то количество переговоров, коммерческих предложений, движения вокруг этого вопроса. Заказчики задают вопросы, подрядчики отвечают, какие проекты сейчас двигаются, и заключение контрактов на проектирование определенных объектов. А фактически это реализованные и подписанные контракты. К сожалению, их сегодня не так много, как хотелось бы. А какие именно контракты спасли вас к кризису? Какие проекты спасли вас к кризису? Это два серьезных объекта. Крупный торговый развлекательный центр «Гагаринский» на пересечении 3-го транспортного кольца улицы Вавилова. Это крупный объект, который поддержал компанию в очень сложное время. Он останавливался в ходе своей реализации, но отнюдь не из-за недостатков финансирования и не из-за кризисных явлений. А почему? Были организационные проблемы в документальной части, и, к сожалению, мы не могли продолжать строительство, пока не устранили некоторые неточности и решения. А второй объект какой? А второй объект. Перед самым кризисом нам посчастливилось выиграть государственный заказ на строительство областного перинатального центра в городе Тверь. И этот государственный заказ очень серьезным образом помог нашей компании выдержать это бремя. В данном проекте вы работали с государством. Вы участвовали в обычной процедуре конкурсов и отбора подрядчиков и всех остальных. Показалось ли вам сложным работа с государством? Или вас, так скажем, как участника данного процесса все устроило? Вы знаете как, исторически пока несколько лет назад, еще задолго до развития кризиса, мы имели опыт работы с государственным заказчиком и имели в своем списке много объектов, больших, малых, это и поликлиники, и детские сады, и школы, и дома. И, в общем-то, мы имеем опыт работы с государственным заказчиком. Но в период достаточно серьезного роста в строительной отрасли, когда было на рынке большое предложение от заказчика коммерческого, мы несколько переориентировались и больше по коммерческим показателям смотрели в эту сторону. Почему? Государство давало меньше денег? Вы знаете как, мы даже не успевали подумать, настолько были востребованы услуги строителей. То есть, а там время и все прочее. Эта экспансия сетевиков западных, которые заходили от рынка, это и Ашан, и Леруа Мерлен, и нашумевшие торговые бренды, это ритейлеры, которые имеют свою достаточно агрессивную политику развития в России, мы просто даже не успевали подумать. Они вам не давали спокойно жить? Не давали, они нас загружали работой. А когда кризис грянул и эти заказы значительно поуменьшились, ну сейчас мы не одиноки в этом. Многие компании, в общем-то, обратили в сторону госзаказа. Мы сейчас активно смотрим на этот рынок государственного заказа, активно хотим в нем участвовать. Андрей, а вы вот поделитесь таким опытом. Девелоперы и подрядчики, их взаимоотношения изменились с докризисных на сегодняшний момент или остались прежними? Хотелось бы, чтобы ничего не изменилось. Товар – деньги – товар. Это самая простая формула, которая, собственно говоря, и не нуждается никаких комментариев. Сейчас девелоперы предлагают различные формы взаимодействия. Различные строителям не всегда удобные. Мы имеем в своем опыте предложение от девелопера, например, расчет квадратными метрами произведенной продукции, будь то складские помещения или квартиры. Во-первых, накопилась задолженность до развития кризиса, какая-то запроизведенная продукция. Если заказчик не может с ней рассчитаться, расплатиться, он просит о каких-то вариантах возможных. Он признает свою задолженность, но говорит, возьмите, пожалуйста, квадратные метры. Вот такое предложение, оно ограничит с тем, чтобы, в общем-то, в моем лице хотят увидеть еще одного распространителя их квадратных метров. А я этим не занимаюсь. Это не мой бизнес, мой бизнес строительства. Как вы выходите из таких ситуаций? Выходим. На новое предложение мы реагируем уклончиво. Мы пока не так тяжело живем, чтобы хвататься за любую возможность что-нибудь построить. А вы сами не попадали в такую ситуацию, что вы уже выступаете в роли генподрядчика, и у девелопера, который вас нанимал, сложилась именно такая ситуация, и он не может с вами рассчитаться? У нас есть в истории такой опыт, и более того, строительство – это сложный, вертикально обустроенный каскадный процесс. И когда перед нами имеет задолженность наш заказчик, девелопер, который хочет продавать квадратные метры, то мы чаще всего транзитно имеем такую же задолженность со своими субподрядчиками, которых привлекаем для выполнения работ. И в этом сложном случае, который возник у нас в Южно-Федеральном округе по конкретному случаю такому, мы очень консолидировано, трех-четырехсторонне, долго переговаривали, решали вопросы, чтобы не доводить их до судебных действий. Выход какой? Выход, длительный, тщательный переговор, гибкость позиции. Да, где-то деньгами, где-то квадратными метрами, действительно. Но я бы не хотел, чтобы это стало нормой жизни, чтобы это стало правилом игры. А что, это становится нормой жизни? Многие заказчики сейчас предлагают заранее такие схемы, в которых вместо денег предлагают какие-то… либо это проценты от прибыли. Все это вовлечение меня как строителя в их бизнес. Мне это не очень нравится, я не вижу. Новые предложения такие я рассматриваю с огромным пессимизмом. Хорошо. А проблемы развития строительной отрасли какие существуют сейчас? Я думаю, в первую очередь, сегодня мешает развиваться именно скованность финансовой сферы, еще недостаточно вышедшей из того кризиса в состоянии, которая есть. И на сегодня существует проблема дорогих кредитов. Существует эта проблема не только для девелоперов и инвесторов, но и для строителей. Потому что я, как производственная мощность, как компания, нуждаюсь в какой-то кредитной линии для того, чтобы увеличить свой оборотный капитал, чтобы быстрее и энергичнее строить. Пока у меня существует документальное оформление моих выполненных работ с заказчиком, я мог бы использовать свои или привлеченные средства для ускорения строительства. Но риск недополучения денег как заказчика, как последствия кризисных явлений, сегодня остается достаточно реальной проблемой. И поэтому я активно в эту сторону не иду, не привлекаю ни свои средства, ни кредитные. А кроме того, кредитные деньги сегодня очень дорогие. Андрей, сегодняшние строительные нормы достаточно устарели, ведь многие из них принимались достаточно давно. Что-то делается для того, чтобы нормы обновить? Вообще как-то мы движемся в этом отношении? На сегодняшний день, если взять исторически, конкретно по факту, действительно есть нормативы, строительные нормы и правила, которые приняты еще в 68-м году, или в 78-м, или в 83-м. И, конечно, календарно они точно устарели. Но сегодня очень тонкую грань надо выдержать между такими понятиями, как новаторство и авантюризм. Очень-очень тонкую грань. Очень хотелось бы, чтобы эти нормативы признали новые технологии и новые строительные отделочные материалы, которые сегодня существуют. Но, тем не менее, нормативы призваны защищать нас с вами, как потребителей, от некачественного, заранее произведенного строительного продукта. Мы говорили с вами о настоящем, о прошлом, а вот о будущем еще не поговорили. У нас большие планы. Планы строительной компании, как генподрядной компании, получить как можно больше объектов. Сегодня мы ощущаем достаточно выраженную недозагруженность своих мощностей и людских, трудовых и инженерных ресурсов по решению тех или иных строительных задач. Говорить о конкретных проектах, при существующем тендерных отборах, аукционах, достаточно сложно. На сегодня нельзя запланировать портфель заказов на год, на два вперед. Я могу только сказать о том, что мы активно принимаем участие во всех их аукционах и тендерах. Спасибо вам. Вам спасибо. Возможно, счастливое будущее ждет те компании, которые уже сегодня активно ищут заказы, а не мечтают о них. Оставляйте свои вопросы и комментарии на нашем сайте CRNewsDefizTV.com. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok